Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и сегодня мы наконец-таки посмотрим на новые отряды в действии именно на тестах. Именно отряды высших эльфов, и что они себе представляют именно в ближнем бою. Да, это отряды лучников, но если смотреть на вот эту элиту, то они в принципе хороши в ближнем бою и достаточно неплохо должны себя показывать. Да и другие не сильно от них отстают, как видите, показатели пониже, но не так уж сильно. Да и те же сестры тоже могут что-то-то сделать. Потом еще, конечно, потестим, если захотите, если вам будет интересен уровень стрельбы, потому что здесь у этих воинов тени вроде бы урон поменьше, он не ядовитый, но количество стрел летящих во врага больше. И будет ли это играть значение или нет, можно будет в лабораторных условиях проверить конкретно. Ну что же, кто у нас сегодня будет противостоять нашим лучникам? Один отряд элиты, именно палачи Харганитам. Вот они, видите, напротив. Вот именно первая группа, слева, она сражается против палачей. Тот, кто справа от элита нара, тот будет сражаться против пиратов. Отряд попроще, но в любом случае эти отряды как бы нам пока что говорят, что низкая угроза для нас. Понятное дело, они без щитов, легкая добыча для лучников и думаю, если они подойдут, все уже будет по-другому. Давайте нажимаем вот так вот, снимаем паузу и пошла жара. Что же у нас сейчас будет? Ну давайте отключим чуть-чуть интерфейс сейчас, на мгновение, буквально. Потому что очень важно будет посмотреть, то и что во что гораст. Ядовитые клиночечки, зелененькие, ядовитые, отравленные, ужасные. И посмотрите, что творится. На самом деле палачи разрывают наших, да? То есть палачи не оставляют никакой надежды и даже на самом деле, если так посмотреть, сестры даже противостоят им по-лучшему. И конечно же палачи, это те самые бойцы, которые легко разорвут кого угодно. Тут мы проигрываем. Против пиратов уже чуть шансов побольше, но опять же смотрите. Вот даже на паузу поставлю, чтобы мы конкретнее рассмотрели эту ситуацию и успели. Потому что палачи, соответственно и предсказуемо, порвали нас очень быстро. Наилучший отпор в целом, как раз таки ступающие в тени элита, малочисленная, но гордая и сильная, она нанесла больше всего урона палачам. Убила 12 бойцов и оставила 6000 здоровья. Сестры и в целом наши воины тени, ну одинаково пока что выступили, но сестры еще держатся. И сестры тут даже поэффективнее. Ну напоминаю, по стоимости отряда наша элита и сестры стоят 1100, а воины тени 850. Поэтому тут в принципе сенсации какой-то не случилось. По цене все соответствует. Вот только сестры могут удивить нас сейчас с палачами. Пираты. Что же вы пираты? Боевым духом в принципе они пали. И как раз таки вот с такими отрядами наши лучники могут справиться. Да, кто-то скажет, что они в два раза дороже, но все-таки они лучники. И если учесть, что в реальной боевой ситуации мы просто так не будем стоять, мы будем стрелять. Единственный вариант, что мы стреляли в другого, да? На нас напал этот отряд полностью целый, полностью здоровый и готовый унижать и убивать. Сестры... Так, пошел баф, наверное, надо было выбрать все-таки отряд не темных эльфов для этого теста. Их бафик сейчас может чуть-чуть внести, прям очень серьезно перевесить весы. И если тогда наши лучники все равно порвут пиратов, то это, наверное, даже будет поинтереснее. Но воины тени проигрывают пиратам. Под бафом они им ничего не смогли сделать. Ну, можно сказать, половину перебили. По количеству, конечно, нет, но хпшечку половину сняли. Сестры опять держатся на удивление дольше всего. Хотя, казалось бы, вот пока что у нас еще отряд не убежал до конца, сестры, ну, не во всем, конечно, получше. Но у них лучше в целом только защита в ближнем бою. Ну, наверное, поэтому они как раз-таки и держатся, если судить по цифрам. Потому что вступающие в тени у них и атака повыше, и урон побольше, и преимущество против пехоты, и сила, и ядовитые атаки. Ну, а у сестер еще чуть броня, наверное, их как-то сдерживает. При этом пираты все-таки, если бы стреляли по ним, я думаю, лучники, они проиграли бы даже воинам тени. Все-таки это лучники. От них какого-то чуда ждать не стоило. Не стоило ждать чуда. Баф, еще не прошел, да, у тебя? Да, еще не прошел, еще половина, и наши сестры сражаются, и в целом можно теперь сосредоточиться исключительно на наших сестрах. Можем посмотреть, как они сражаются и погибают за свою вечную королеву во имя спасения всего мира Вархаммер. Как эти скверные, темные и ужасные эльфы противостоят добрым, светлым и няшным. Я, если честно, даже удивлен, что действительно сестры очень хорошо сдержали. Такой вот именно атакующий отряд. Все-таки темные эльфы, у них практически у всех есть преимущество против пехоты. Все, сестры тоже убежали. Сестры тоже убежали. К сожалению, Алитонард не продержался. Я специально брал легендарного лорда для этого теста, чтобы он вроде бы как бы посолидней продержался, когда все побежали, но нет. Он тоже дропамул. Сестры молодцы, сестры держатся подольше. Ну, а наши темные тени, прекрасные и ужасные. Все-таки они засадный отряд, они прекрасно обходят с тыла. Они хорошо могут обстрелять, они неплохо могут посражаться. В принципе, они с такими вот средненькими отрядами, как мы видели, ну, могут продержаться, могут покусаться, могут поцарапать их. Но все-таки в ближний бой это не их. Это не то, что от них требуется. Это не то, что они хотят делать для вас и во имя вашего величия, друзья мои. Вот такой вот тест. Если вам интересно по поводу стрельбы, как я говорил в начале теста, пишите обязательно, конечно же, и мы все это посмотрим делом. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все как обычно, друзья мои. До следующего теста. Субтитры сделал DimaTorzok